Здесь, видите, где яйца? Все на месте. Куры на месте. Скорлупа на месте. Яиц. Маруся скушала одно яйцо. Ну, одно яйцо мы и разрешаем, правильно? За то, что ловит мышей, крыс, одно яйцо Марусе разрешаем скушать. Надеемся, что это было одно. Так как у меня гнезда с яйцесборниками, то вот так вот забрать яйцо кошка может только под гнездами. Только если курочка снесёт яйцо где-то в неположенном месте. Молодец! Куры разговаривают, значит, куры несутся. Вот так, слышите? Значит, курочки несутся. Проверяла яйца в гнездах в этих, потому что здесь очень интересно. Это молодые курочки. И прямо испугалась. Тут сидит курочка. А я не ожидала её здесь увидеть. Несётся. Ну, а сколько здесь яиц в этом вольере, покажу вам, когда буду собирать яйца. И здесь, в третьем вольере тоже, смотрите, яйцо Маруся всё-таки отсюда вытянула. Ну, это она может сделать, пока я приучаю кур к яйцесборнику. Это она может сделать, пока я приучаю кур к гнёздам с яйцесборником. В этом вольере я только поставила гнёзда. И когда уже куры научатся туда нестись... Ой, смотрите, как Ломан, Сэнди хотят выйти на улицу. Давайте их выпустим. Давайте их выпустим. Яйца нанесли. Яйца снесли. Ну, давайте, выходите, идите гулять. Только не драться. А в этом вольере у меня гнёзда с яйцесборником, которые только начинают работать. Только приучаю курс сюда нестись. И уже Маруся здесь была. Маруся уже всё проверила. Забрала одно яйцо. Так, здесь у нас два есть. Это пластиковое. И здесь три яйца. И одно за вольером. И одно за вольером. И так бы было бы сколько. И было бы шесть яиц. Ну, может быть, ещё что-то поднесут. Когда буду собирать яйца, тогда уже посмотрим, сколько здесь будет в итоге яиц. Курочки-бролер. Как у вас дела? Два огромных шарика. Но выпускать их я не буду. На улице холодно, мокро. Здесь в вольере у них тепло и сухо. Ну, как всегда, в гости забегает эта курочка попробовать что-то вкусненького. Ну, и вот, чтобы вы понимали размер. Вот моя рука. Вот моя рука. И вот такие огромные две курицы. Эти две курочки я оставила специально для того, чтобы посмотреть, какое у них будет яйцо. И когда они снесут первое своё яйцо. А тут вкуснее, да? Тут не такое, как у тебя? Всё точно такое же. Вот так вот курочка Легорн и Бролер. Вот такие они одинаковые. А ну, выходи! Укусила! Всё, я больше не пущу к вам её. Всё, закрываю. В прошлый раз я оставила этим курочкам кормовую ракушку. Смотрите, всё у них есть. Кормовая ракушка есть. И ещё зерно даже есть. Принесу зерносмесь, добавлю и долью воду. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот проходит уборка у меня, у цыплят Амераукана Насыпала им свежий комбикорм И все набросились кушать Все у них чисто, сухо, все заняты Люблю я вот такие моменты, когда цыплята все кушают Через сетку их плохо видно, попытаюсь вам вот так показать их Вот такой завтрак Кушают они комбикорм без добавления зерна смеси Пока ничего не добавляю, но уже вижу, что нужно немножко добавлять уже и пшеницу, и битую курицу Постепенно, понемногу буду им добавлять уже Субтитры сделал DimaTorzok Выпускаю индюков Выходите Выходите, кушайте траву А когда буду уезжать, загоню Это сделать очень просто Мне легче их выпустить, чем сейчас им нести траву Косить и нести траву Лучше пусть гуляют Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Эти листья приносят пользу в курятнике. Во-первых, курочки грибутся, они что-то ищут, они двигаются, они после этого хорошо несутся. И вместе с листьями заезжают в вольер кусочки травы, они находят там между листиками, когда загребаете там и трава попадает. Это тоже очень хорошо. И нету проблемы думать, куда деть листья. Я никогда их не сжигаю, никогда никуда не прикапываю. Все листья у меня на вес золота. Я везу их все в курятник. Больше всего я люблю крупный лист с деревьев, у которых большая площадь листа, чтобы эта площадь листа чем максимальнее покрыла грязь в курятнике. Орех крупный лист, шелковица у меня с крупным листом. Есть шелковицы с мелким листом, у меня крупный лист у шелковицы. А потом уже идут все остальные листья. Это абрикос, это яблоня и все остальное. Самые мелкие листья это листья березы. Я использую уже в крайнем случае. У меня есть береза, под которой я тоже загребаю листья, но это уже тогда, когда больше никаких листьев нет. А вольер нужно покрыть от грязи. А самые крупные листья большой площади у меня идут в курятник в первую очередь. Особенно, когда пройдет дождь, когда начнется первый снежок падать, потом он подтаивает, и в курятнике становится неприятная грязь. От всего этого спасают листья. Листья деревьев. И такое бывает. Пришло время глистогонить куры. Которые находятся в теплице. Это нужно делать обязательно. И я делаю пропойку от глистов два раза в год. Весной перед инкубацией и вот так вот осенью, поздней осенью, перед морозами, перед зимой. Глистогоню я всегда одним и тем же препаратом. Я вам уже показывала его и рассказывала. Для тех, кто не видел и не знает, глистогоню я своих кур препаратом гидролев. Выглядит этот препарат вот так вот. Это гидролев. Это препарат на основе левомизола с добавлением аскорбиновой кислоты и глюкозы. Именно в такой комбинации мне этот препарат очень нравится. Потому что он помогает справиться курочке с этими паразитами и поддерживает аскорбиновая кислота и глюкоза, поддерживает состояние во время пропойки от глистов. Это первый плюс этого препарата. А второй плюс препарата, то что я могу пропоить своих кур за один день. Потому что я на даче не живу, а приезжаю один раз в несколько дней. И приехав на дачу на один день, могу сделать пропойку от глистов за один день. Это очень важно. Этим препаратом можно пропоить кур за один день. И можно это сделать за 4 дня. В зависимости от концентрации, которую вы сделаете. В инструкции к этому препарату все понятно написано. У меня упаковка 12 грамм. Эта пачка разводится на 3 литра воды. И я пропаиваю своих кур за один день. И это меня очень-очень хорошо выручает. Потому что я приезжаю в курятник на один день. И у меня нет такой возможности, чтобы поить кур 4 дня. Белая шелковая сидит на яйцах. И вот эти яйца, которые снесли эти курочки до пропойки от глистов, их можно кушать. Яйца, которые снесут эти куры в течение 3 дней, кушать нельзя. Наливаю разведенный препарат в воде. А пока пьем гидролев. Это будет пропойка от глистов. Пьем гидрол encont решила убрать эти помидоры чтобы курочкам было больше места пусть гребутся все равно уже скоро мороз который проморозит и теплицу мороз у нас уже был но до теплицы я думаю он не добрался и выношу видите сколько еще помидоров но я не думаю что они поспеют просто так сорванные в ящике поэтому выбрасываю вот так выношу и буду выбрасывать и пока я буду находиться на даче куры будут это пить а когда я буду уезжать я поставлю естественно им чистую воду прическа такая стала красивая все ничего не висит любительница порыться в мокрой земле теперь я уже не сливаю с ведер воду под помидоры земля будет подсыхать и со временем отрастет у нее красивая прическа все это отрастет и будет красавица сидит несет яйцо давай снесешь как раз яйцо я заберу а уже в следующий раз эти яйца кушать нельзя будет потому что она попьет препарат глистов этот куст мне конечно жалко выбрасывать пусть еще наверное побудет немножко а с этой стороны хочу вот это все убрать пока главная землеройка сидит в гнезде в вольере произошли большие перемены произошла уборка она понарывала такие ямы я все это заровняла убрала полностью здесь все помидоры с этой стороны им будет больше света больше будет воздуха проветриваться все будет лучше сейчас она выйдет с гнезда она сделает тут свой порядок любительница порыться ну а эти помидоры пусть висят еще видите какой какой-то урожайный сорт калибри обязательно посадите в следующем году и вы будете довольны а сколько было уже собрано и совершенно случайно получилось что я и вторую часть убрала помидоры и получилась красота вот такая все чистенько больше свободного места больше простора быстрее будет просыхать стены теплицы и это будет лучше для птицы и получилось совершенно случайно у меня амераукана объединились с вот этими петушками которые здесь у меня жили случайно амераукана вышел на их территорию и смотрю что они нормально на него реагируют и я убрала перегородку и теперь они все вместе ну а шелковые от них отделены это сто процентов потому что это маленькие курочки декоративные они не должны жить со взрослыми большими петушками как я и обещала сбор яиц начинается с теплицы чтобы мне потом с ведром сюда уже не идти с яйцами а соберу их здесь и пойду уже в курятник ведро пустое здесь у нас 4 яйца уже уменьшается количество яиц значит какая-то курочка уже вносится 4 яйца шелковых кур больше нету так и оставляем гнездо ну а теперь можно идти и в курятник самое интересное оставлю на потом иду сюда в третий вольер а к вам зайду самую последнюю очередь потому что здесь самое интересное самое красивое яйца здесь ломан сэнди и лигорный одна курочка фавероль и одна курочка маран но когда я буду езжать курочек ломан сэнди я закрою у них в вольере оставлять их пока на выгуле я не буду а все потому что целее будут яйца кошка маруся моя сюда ходит за яйцами в этот вольер но когда куры в этом вольере приучатся нестись в гнезда с яйцесборниками да конечно можно будет уже оставить вот так все открытым и пусть они несутся все в эти гнезда пока кур этого вольера приучаю нестись в эти гнезда и в этих гнездах пока что лежит солома и яйца в открытом доступе для кошки и как вы видите каждый мой приезд по одному яйцу нету а возможно какие-то яйца она прямо съедает здесь и кур за ней доедает скорлупу яиц и такое может быть что тут у нас ой такое тяжелое интересно взвесить его почему-то оно тяжелое мне кажется тяжелее чем все так здесь у нас три яйца это пластиковое яйцо пусть лежит и в этом гнезде тоже три яйца ну а сколько было это мы не знаем сколько съела еще и Маруся на всякий случай проверяю яйцесборник на всякий случай проверю яйцесборник здесь находится на высоте очень удобно и сейчас я вам покажу как я это гнездо здесь установила потому что в прошлый раз я не показала вам это гнездо у меня без ножек во всех вольерах у меня специально ножки сделаны на гнездах а это гнездо без ножек и если его поставить на пол то очень неудобно выдвигать этот ящик мешает подстилка а у меня есть вот такой столик металлический небольшой он как раз такой высоты как мне надо но здесь возникает другой вопрос под этим столиком курочки могут начать нестись чтобы они этого не делали под низ этого столика я подкладываю вот такие вот пластиковые ящики переворачиваю их верхом вниз и в это пространство куры уже залезть не могут и снести соответственно яйцо тоже под гнездами никто не может если это гнездо стоит на подставке соответственно очень легко открывается яйцесборник вот так вот на всякий случай смотрю может яйцо какое-то выпадет потому что дырка в гнезде не закрыта она открыта просто сверху настелена солома ну вот немножко просачивается солома это не страшно и даже сегодня что я сделаю я немножко этой соломы начну отсюда убирать немного буду убирать вот так вот эту дырку я уже начинаю открывать и точно так же здесь в центре вынимаю солому я понимаю что через эту дырку будет сыпаться и солома ничего страшного какая-то солома будет сыпаться какое-то яйцо упадет в эту дырку и окажется в яйцесборнике это все нормально мне так и надо чтобы курица привыкала к этой дырке она снесет яйцо какое-то яйцо задержится в соломе а какое-то упадет и в следующий раз яйца будут уже и в гнезде и в яйцесборнике и таким образом максимальное количество яиц будет сохранено от кошки а пластиковое яйцо тоже вот так вот пусть остается с этими гнездами я разобралась бревно бревно я вот сюда вот сюда подвину вот так все бревно вот так вот будет лежать курочки будут на нем сидеть как как на насесте и теперь идем смотреть сюда в гнездо в гнездо ломан сэнди посмотрите посмотрите сколько яиц ломан сэнди сейчас я соберу яйца и их сюда загоню оставлять их открытые эти яйца открытый этот ящик для моей кошки ни в коем случае нельзя она придет их и заберет три шесть девять 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 одиннадцать яиц ломан сэнди а это пластиковое яйцо оставляю обязательно закрываю все все в этом вольере собрала это курочка легор молодая курочка этого года вот так бролеры пьют из чашечных поилок поилки я все время протираю у меня есть в этом вольере специальная тряпка для этого небольшая и все время каждый раз протираю чашечные поилки и у бролеров и у ломан сэнди тёпленько все греются ветра нет сквозняка нет очень хорошо соберем яйца здесь смотрите какие молодцы курочки молодцы ой смотрите курочка маран вот она вот это ее яйцо это именно курицы маран красивое большое собираем вы что замерзли все спрятались сюда холодно на улице да поэтому подстилку обязательно я меняю я знаю что мои куры любят здесь сидеть особенно когда ветер сильный и на улице холодно летом они все сидят на улице ой одно яйцо смотрите уже клюнуть успели это делают из-за скопившегося за несколько дней мусора и задерживается яйцо на мусоре и уже курица может его клюнуть огромнейшее яйцо посмотрите какое мусор и как только подморозить немножко вольер морозом сразу буду глистогонить кур препарат я уже заготовила все у меня лежит уже ждет навести порядок в гнездах ого тяжеленькое ведро так а ты что ты не забыла снести яйцо что-то долго сидит здесь курица о смотрите какие одинаковые яйца не передает камера они розового цвета это несет вот эта курочка так не клюнь не яйцо не клюнь яйцо яйца дорогие смотрите покажу вам на улице не знаю передает камера или нет яйца розовые очень красивого приятного цвета на улице холодно не хотите выходить холодно кладу на место ну несись еще будет яйцо сегодня да будет ну а теперь идем смотреть самое интересное яйцо мне сейчас очень нравится в этом вольере собирать яйца опа кто там ходил хотя бы не начали нестись под гнездами вот у меня гнезда все вот на таких ножках видите будем смотреть по порядку с первого гнезда ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй посмотрите какая красотища в первом гнезде какая красота смотрите как они похожи на яйцо марана из зеленых полное гнездо и вот какая-то начала нестись курочка вот вот такие вот характерные рисунки кровью вот так вот говорят о том что какая-то курочка начала нестись но это не факт что это ее первое яйцо потому что оно крупное вот видите в сравнении с другим яйцом оно очень большое поэтому это еще возможно не первое яйцо курицы но оно за счет того что оно большое вот такая вот получается история я если честно говоря не очень люблю когда куры несут большие яйца потому что это очень опасно можно потерять курицу в соседнем вольере слышите курица кричит снесла яйцо а мы там уже собрали яйца надо еще идти туда посмотреть все здесь все вот это вот у меня яйцо поклад из газобетона вырезанное оно остается оно вот тут с краю лежит и никому не мешает переходим ко второму гнезду что здесь здесь у нас три яйца одно из которых резиновое здесь и коричневое и вот такое зеленое очень красивое яйцо цвет просто обалденный цвет вот вот в следующем гнезде я испугалась если честно и мы наверное тоже курицу испугали посмотрите сколько там яиц вот это да потихоньку буду брать не знаю яйца хотя бы чтобы она не подавила яйца ага боится ты снесла хоть яйцо да вот видите вот эти звуки вот эти движения продвигают яйцо по яйцеводу испугали курочку но посмотрите сколько здесь яиц опять ого красота не бойся я сейчас заберу яйца и пойду может быть она еще не снеслась зеленых яиц здесь море и смотрите как они все отличаются по тону да они все зеленые но тон яйца разный еще забираем еще три еще три остается пластиковое пластиковое обычное яйцо я такие яйца покупаю когда пасха перед пасхой очень много продается вот таких вот яиц для раскрашивания детская игрушка ого тяжеленное ведро уже и остается четвертое гнездо и здесь тоже есть яйца зеленые и здесь тоже четыре яйца в основном ну смотрите сколько эти куры из этого вольера принесли яиц в ведро закрыли все яйца которые снизу одни зеленые яйца и здесь тоже остается пластиковое яйцо обязательно проверяю может быть где-то еще что-то все все эти гнезда проверила теперь смотрю в яйцесборнике чтобы не выкатилось здесь яйцо но вижу по количеству ничего не должно было выкатиться все было в гнездах так хотела уже уходить но вспомнила что еще одно гнездо не проверила оно находится сверху здесь одно яйцо одно точно такое как у марана красота проверяю и здесь уже у нас вот так вот открыто дырка она в соломе тут точно так же как в гнездах в третьем вольере тоже открыто то есть сюда случайно может уже упасть яйцесборник поэтому обязательно проверяем вот видите то что я и говорила дырка уже есть и теперь яйцо которое снесет курица в это гнездо оно частично может остаться на соломе задержаться а частично уже будет падать вот точно такого эффекта я хочу добиться в третьем вольере все ничего не трогаю просто вот так закрыла яйца немножечко немножечко раскрыть пусть несется курочка и того здесь тоже было два яйца красота хочу вам показать эти яйца при дневном свете посмотрите какая красотища ну и что вы прибежали ваши ваши яйца да забрала дай мне эту о вытянула красота смотрите вот это сверху это яйца вот этих курочек это чубатый доминант чехия и коричневые яйца и коричневые вот этой курочки дарк шелл и в и и в и в и и а вот такой вот крупный лист ореха он тоже хорошо закрывает вольер от грязи За счет того, что площадь листа большая. И еще здесь работают фитонциды. И орех, еще говорят, действует противомикробно. И листья ореха тоже забираю. И меня спрашивают, а почему же я не пропаиваю взрослых своих кур от глистов? Потому что вот такие вот в вольере есть лужи. Для того, чтобы пропойка от глистов была эффективная, я жду, пока немножко подморозит вольер, прихватит первым морозом, и тогда я сразу буду пропаивать. Так я делаю всегда, каждый год. Немножко прихватит морозом вольер, и я сразу начну пропойку. И мои курочки получат пропойку от глистов. То есть в данном случае я не смотрю даже на количество яиц. Даже если куры к тому времени будут много нести яиц, все равно по плану будет пропойка от глистов. Эти листья от ореха я как раз хочу вот здесь насыпать. Когда выпадет снег, и здесь заледенеет вольер, то это самое опасное место, где я могу подскользнуться. Поэтому сюда я обязательно насыпаю листья. Пока есть такая возможность. И заодно присыпаю все эти лужи в вольере. В этих местах потом очень будет зимой скользко. Особенно на поворотах. Вот тут. Я осенью подготавливаю вольер не только для кур, для удобства кур, но и для себя. Чтобы мне зимой было безопасно и удобно здесь передвигаться, когда я буду приезжать. Это я тоже наперед продумываю. Вот здесь вот угол. Когда я иду к третьему вольеру, здесь очень-очень зимой скользко. Конечно же, листья. Третий вольер. Здесь куры тоже должны гребтись, работать, шевелиться. И чтобы у них был сухой вольер во время дождя и таяния снега. Продолжение следует... весь вольер шелестит все гребутся все шелестят и что-то находят в листьях стоит шелест были лужи и нет луж и это еще не все листьев много деревьев у нас много и листьев соответственно тоже много поэтому можно засыпать даже весь вольер а а а а обязательно даю что-то вкусненькое то что любят курочки это хлеб много конечно нет но попытаюсь на всех поделить подождите всем дала хлеб этим курочкам и третье в вольере тоже курочки кушают хлеб ну а здесь это само собой это труженицы навожу порядок в курятнике когда слышу запах не могу значит и курочки не могут поэтому убрала всю подстилку и буду застилать чистую пока не начались морозы подстилку меняю часто потому что куры должны находиться в чистом помещении и с хорошим запахом никакого запаха от помета не должно быть и застилаю уже чистую чистую подстилку в качестве подстилки у меня солома вот такая сухая красивая солома и теперь в курятнике будет приятно пахнуть будет сухо значит будет тепло а будет тепло в курятнике значит будут яйца потому что курица надо три основных элемента для того чтобы она снесла яйцо это свет тепло и курица должна быть не голодная ну а если еще дадите кормовую ракушку курочки то яйцо будет уже точно а ну-ка давайте посмотрим кто сейчас сидит в гнездах мне самой интересно и вместе с вами посмотрю вот это курочка вот это несет яйцо вот это и вот это практически все гнезда заняты все четыре нижние гнезда заняты и обратите внимание сейчас несутся все чубатые куры и вот эта красотка сидит на своем троне это ее гнездо она сюда несется все время а это немного соломы отнесу подстилю бролером на стилю им по больше потолще подстилку чтобы им было тепло бролером сегодня перестилать не буду курятник теплый утепленный но без отопления поэтому бролер который сидит лапами все время на полу подстилка должна быть потолще поэтому я просто сверху еще на стилю немножко чтобы им было тепло помета здесь немного менять можно подстилку не в каждый мой приезд а хотя бы через один через два раза но наслаивать сверху застилать надо особенно вот в этом месте где они все время лежат я вам сейчас покажу какого слоя здесь подстилка отойди я покажу ну отойди отойди я покажу отойди отойди мой какая она твердая огромная твердые такие стали вот вот а так как у меня пол это плитка то это маловато поэтому желательно здесь еще немножко настелить и особенно там где они как раз сидят и вокруг кормушки настилаю там где они больше чаще всего ходят любительница комбикорма для бролеров но комбикорма здесь уже в составе зерносмеси становится все меньше и меньше даже наверное будет этого много много будет да или как раз хорошая покушала уже сегодня молодец добавила полный бак воды это бройлер поп 500 на яйцо возила листья из-под ореха и куры нашли орех я на него наступила наверное раздавила и куры прекрасно кушают грецкие орехи все собирает грецкие орехи прекрасно кушают так что подстилка из-под ореха приносит пользу несколько раз несколько раз в орехах очень много витаминов и для кур это очень очень полезно огромный тяжелый еле несу донесла ой будете кушать половину индюкам так как у моих кур всегда есть в наличии зерносмесь я обязательно перед тем как уехать из курятника обязательно должна оставить курочкам что-то из овощей из сочных кормов и вы хотите в этот вольер надо принести тоже что-то из овощей одну половинку я обещала индюкам забираю ой какая она тяжелая тяжеленная несу в теплицу не успела я вам показать прямо при мне она выскочила из курятника и несла в пасти яйцо когда я начала на нее кричать она естественно побежала сюда к себе к дому вот так вот видите где яйца тут перевернула что перевернула но что перевернула Поехали! Все довольны. У всех есть вкусные овощи. Вот и хватит им. Пока меня не будет на даче, для них этого будет достаточно. Будут ходить, клевать каждый день. Очень почему-то я расстроилась по этому факту. Прямо при мне Маруся несла в пасти яйцо, вынесла прямо с этого вольера, выскочила, и я это все видела, но снять это не успела. Поэтому в этом углу поставила гнездо с яйцесборником. Конечно, куры смогут и вот здесь нести яйцо, но буду надеяться, что может быть те куры, которые несут яйца под гнездами, и эти яйца выносит моя кошка, может быть кто-то из этих кур, все-таки зайдет в это гнездо и снесет яйцо именно сюда, в гнездо с яйцесборником. Досаживаю уже лук, осталось немножко. Это лук радар, очень хороший лук, растут крупные луковицы и весной я вам покажу урожай, который соберу вот с этой грядки. Здесь у меня лук уже посажен и чеснок высажен. Листья с яблони уже накрывают эту грядку, это хорошо, пусть накрывают. Больше ничем я чеснок и лук не накрываю на зиму. Раньше когда-то закрывали кукурузными листьями все стволы, кукурузу, все сюда тащили и закрывали чеснок. Ну а теперь с каждым годом зима становится все теплее, климат меняется и чесноку и луку достаточно просто укрытие. Сверху зубчика чеснока слой земли 7 сантиметров приблизительно. И эта земля согревает зубчик чеснока и лука всю зиму в мороз. Время у меня ограничено, все делаю очень быстро и стараюсь сделать все, что успеваю за один день. И теперь воду с лекарством от глистов забираю и ставлю вот эту чистую воду. Вот так вот выпили, теперь ставлю чистую воду обычную, а это забираю. Все, Ломан Сэнди на месте, вольеры закрыты. Уезжаю, все сделала, внесите яйца, а я привезу что-то вкусное. А! Ну да! Продолжение следует...